Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики! Сегодня предлагаю вам посмотреть книгу «Азбука вязания» Максимовой. Книга не новая, она 80-х годов, 86-го года. Скорее всего, книга была в суперобложке. Здесь такая тканная обложка, а сверху, наверное, была еще бумажная обложка, суперобложка, но у меня она не сохранилась. Давайте посмотрим, что в этой книге есть. И для тех, у кого этой книги никогда не было, для тех, кто видит эту книгу впервые, это будет интересно. Итак, здесь есть рассказ о пряже, есть уроки вязания, есть подробное описание вязаной одежды, жакеты, шапочки, платья, жилеты, так, мужской пуловер, жакеты, куртка для подростка и узоры для трикотажа. Дальше. Вот небольшое описание условных обозначений. И дальше мы видим, что здесь автор предлагает нам 34 урока. Описывает, как выбрать пряжу, как выпрямить нить. Ну, то есть, основные такие моменты, которые потребуются вязальщице уже в процессе работы с пряжей. Дальше, крошение пряжи, да, подготовка к крошению, окрашивание шерстяной пряжи природными красителями. Здесь все описывается. Описываются варианты набора петель начального ряда. Как видите, очень подробно все здесь описано. Есть практические советы, самые простые узоры для начинающих. Ну, я на самом деле люблю смотреть книгу с конца, поэтому начну-ка я вот так листать. Кстати, сколько экземпляров этой книги было издано? Давайте посмотрим. Один миллион экземпляров. То есть, вполне вероятно, что у ваших соседей такая книга есть, если у вас ее нет. То есть, миллион экземпляров это достаточно много. Так, ну вот видите, в конце идут различные узоры. Ну, кстати, качество съемки не очень хорошее, вернее, качество фотографий. Но, в принципе, для 1986 года это нормально. Можно рассмотреть. То есть, нам ничто не мешает рассмотреть узоры. Вот здесь узоры пронумерованы, а уже в самой книге они описаны. То есть, текстовые, вот такой вариант описания. То есть, не схема, а именно текст. Вот, например, 24 узор букле. Давайте его найдем. 24 узор. 25. Вот это 24 узор букле. Ну и так далее. Вот здесь вот есть описание. Так, очень много узоров. В принципе, для тех, кто только что научился вязать, такого количества узоров будет вполне достаточно. Ну и вот здесь вот некоторые модели с описанием. Давайте их рассмотрим. Какие-то из этих моделей сейчас могут быть актуальны. Вот, например, топик. Почему бы и нет. Пальто вполне. Остается всегда модным, вязанное пальто. Ну, про шаль я уже вообще не говорю. Это не выходит из моды никогда. Я сейчас вот так вот пролистаю. Модельки вы посмотрите просто, что здесь есть. Есть модели для мужчин и для женщин. Вот опять шаль. Кофточка на лето, в принципе, неплохая. Что касается шишечек, мне кажется, они вышли из моды. Носочки и гетры, в принципе, почему бы и нет. Такие яркие носочки тоже в моде. Так, шапочка с варежками. Но, честно говоря, мне вот, например, сложно работать по схеме текстовой. Я больше люблю схему все-таки вот такую. Для вязания. С использованием символов. Мне как-то проще ее понимать. Но, в общем-то, кому как нравится. Как видите, здесь есть и вязание крючком, и вязание спицами. И даже есть игрушки. Так, тапочки. Вот здесь уроки вязания крючком. Вот видите? Немного о крючке. Все-все описано подробно. Как вязать, как прибавлять петли, убавление петель. Здесь сейчас мы с вами смотрим вязание спицами. Мне даже кажется, что некоторые модели публиковались и в журналах. Но я могу ошибаться. Вот здесь описывается, как сформировать карман. Как сформировать петлю для пуговиц. Практические советы, как сформировать окат рукава. В этой книге достаточно много информации, как вы видите. Поэтому, если вы эту книгу найдете в библиотеке, я думаю, что много подчеркнете интересного. Но, во всяком случае, вы научитесь вязать, это точно. По этой книге можно научиться вязать самостоятельно. Вот сегодня мы с вами просто пролистали книгу. Посмотрели, что здесь есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение об этой книге. Есть ли у вас такая книга? Или, может быть, у вашей мамы, у бабушки есть такая книга? Пользовались ли вы этой книгой? Что касается меня, я такой книгой еще пока не пользовалась. Но я думаю, что обязательно воспользуюсь какими-то узорами, которые здесь предложены. Надеюсь, что обзор этой книги и просмотр были для вас интересными. Всего вам доброго! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok